В эфире программа День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Как всегда наши авторы поделятся со зрителями самыми интересными и актуальными новостями. Смотрите сегодня. С наступлением первых октябрьских холодов на улице тепло пока пришло не во все дома. Ремонт теплосети в некоторых районах города продолжается до сих пор. Панихида по герою. Скончался участник Великой Отечественной войны Иван Степанович Макеев. Еще один повод сделать селфи. Инстаграм сегодня празднует свое пятилетие. Теперь обо всем подробно. Начнем с сообщения о задержании экс-зампреда Рязанского областного правительства Дмитрия Андреева. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда. Напомним, Дмитрия Андреева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия Андреев получил свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей в виде пользования автомобилем Toyota от директора одной из организаций региона за общее покровительство. Заключив Андреева под стражу на срок 1 месяц и 29 дней вплоть до 30 ноября, суд удовлетворил ходатайство следователей. В продолжение темы, Рыбновский районный суд назначил административное наказание Игорю Кочеткову и Валентину Гаврилову в виде штрафа 5000 рублей за незаконное пикетирование. Напомним, что Гаврилов и Кочетков были задержаны сотрудниками полиции в Константинове во время празднования 120-летия Сергея Есенина за проведение несогласованного пикета против застройки Есенинских мест. Стоит отметить, что Валентин Гаврилов, заслуженный архитектор Российской Федерации, житель блокадного Ленинграда, разработчик генерального плана музеификации села Константинова, награжденный, кстати, за эту работу дипломом правительства России. Заседание по принятию решения о наказании Валентина Александровича Гаврилова и Игоря Ивановича Кочеткова за действия описанных в статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях как неповиновение полицейским районный суд назначил на 6 и 8 октября. К другим новостям. 4 октября в Рязани на 92-м году скончался почетный гражданин города и области, участник Великой Отечественной войны Иван Степанович Макеев. Он активно участвовал в общественном движении ветеранов более 10 лет. Он возглавлял Рязанский городской совет ветеранов, имел множество наград и занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Сегодня в Доме общественных организаций прошла гражданская панихида, где рязанцы попрощались с героем. 6 октября в Доме офицеров состоялась гражданская панихида по Ивану Степановичу Макееву, участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину Рязани и Рязанской области. Он ушел в 91-м году жизни. Его жизненный путь – это яркий пример образцового служения нашему Отечеству, своему народу и людям. Проститься с Макеевым Иваном Степановичем пришли его друзья, близкие члены Совета ветеранов. Выразили соболезнования родственникам почетного гражданина Рязани, губернатор Олег Ковалев, глава муниципального образования Андрей Кашаев, мэр города Олег Буляков и другие. Иван Степанович Макеев – почетный гражданин Рязанской области и города Рязани. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами. Среди них Орден Ленина, Трудового Красного Знамени, Красные Звезды, Медаль Ордена Заслуги перед Отечеством Второй Степени и многие-многие другие награды. В памяти коллег и знавших его людей Иван Степанович навсегда останется как глубоко порядочный, честный, открытый, отзывчивый и добрый человек. В годы войны Иван Макеев был командиром минометной роты, принимал участие в Курской битве и форсировании Днепра. После войны занимал ряд ответственных постов в партийных и хозяйственных органах, принимал участие в восстановлении народного хозяйства. С 1987 года Иван Степанович активно участвовал в общественном движении ветеранов. Более 10 лет он возглавлял Рязанский городской совет ветеранов. Я всегда, когда разговариваю, говорю одно. Ребята, не бойтесь, не бойтесь, надо поставить перед собой задачу. Дрожи, не дрожи, но ты солдат. И все, что положено по норме поведения и отношения к этой должности, ты должен делать. Во всех муниципальных образованиях необходимо провести комплекс работ по благоустройству и подготовки населенных пунктов к зиме. Об этом заявил губернатор Олег Ковалев в ходе заседания правительства Рязанской области, которое состоялось сегодня. Я думаю, что необходимо во всех муниципальных образованиях объявить такие месячники и провести серьезную работу. Надо обратить внимание и на готовность зданий, объектов общественных к зиме, на готовность фасадов, готовность борьбы с осульками и так далее. То есть провести целый комплекс вот таких осенних работ с тем, чтобы войти в зиму и провести зимний период должным образом. Провести проверку всей техники на готовность ее к зимнему периоду. Я имею в виду все техники, которые занимаются уборкой улиц, дорог, приведением их в порядок, зачисткой, вывозкой снега, его утилизацией и так далее. Кроме того, глава региона отметил, что необходимо усилить работу по противопожарной безопасности, особенно в малых населенных пунктах. Департамент социологии при финансовом управлении при правительстве Российской Федерации по результатам проведенного исследования признал город Рязань самым безопасным городом по итогам 2014 года. Исследовали 37 крупных городов с населением свыше 500 тысяч человек. В СМИ уже эта информация прошла. При этом речь идет о безопасности в широком смысле этого слова. Здесь учитывалась и удовлетворенность граждан системой здравоохранения, работы образовательных учреждений, сферы ЖКХ, благоустройства города, состоянием дорог. Таким образом, дана положительная оценка той работе, которую проводила муниципальная власть, правоохранительные органы, профильные ведомства, правительства Рязанской области. Приятно, конечно, я думаю, всем приятно, когда тебя отмечают в числе лидеров. Но я бы очень сильно эйфорию не испытывал, потому что мы знаем, какие у нас еще существуют проблемы и в ЖКХ, и в благоустройстве города, и в оказании услуг здравоохранения. Особенно в первичном звене нам необходимо не ослаблять борьбу с правонарушениями различного рода. Значит, нам необходимо усиливать роль фото-видео фиксации с тем, чтобы обеспечивать как безопасное движение по нашим автодорогам, так и обеспечивать быстрое раскрытие таких правонарушений и преступлений, которые могут происходить на улице. Поэтому давайте мы воспринимем это как некий этап, такой позитивный этап и как некий аванс нам на будущее. Поэтому давайте мы еще злее будем работать в этих направлениях, чтобы остаться в числе лидеров. Теперь к событиям общегородским. В понедельник вечером на улице Бутырки произошло возгорание двухэтажного здания Котельной. Пострадавших нет, причины пожара и ущерб сейчас устанавливаются. Это, несомненно, вызывает логичный вопрос, а будут ли дома, подведенные к этой Котельной, вовремя обеспечены теплом? Стоит отметить, что работы по ремонту теплосетей сейчас идут полным ходом, а окончиться они должны к 8 числу. Подготовка к отопительному сезону в Рязани практически завершена. Батареи интенсивно теплеют, начиная с первых чисел октября. Обычно первым делом по графику диплом снабжаются социально значимые объекты. Далее начинается протапливание жилых домов, после чего очередь доходит и до промышленных строений. Учитывая, что на улице стремительно холодает, запуск отопления в Рязани в начале октября выглядит более чем логичным и своевременным. Наша съемочная группа поинтересовалась у жителей нашего города, насколько тепло в их домах. Вам отопление дом дали? Дали. Тепло? Хорошо? Ну да. А давно? Ну, дней пять назад. А как вам раньше живете? Гороче. Нет пока. А холодно дома? Нормально. Не мерзнете? Нет. А в каком районе живете? Не расстроено. Пока не дали, но я не мерзну, у меня тепло дома. Вот вам не холодно с мороженым? Нет, не холодно. А дома отопление дали? Да, дали. Дали. Давно? По-моему, вчера. А в каком районе? Специально не отслеживала, но затемно. Вам отопление дома дали? Нет еще. А холодно дома? Нет. А как согреваетесь? К нюком. А где живете, в каком районе? Это в Площадь, Площадь Мичуриной. Судя по всему, и даже несмотря на то, что в некоторых районах города идет ремонт теплосетей, замерзнуть этой осенью нам все же не грозит. Ну, а если вдруг отопление в вашем доме так и не включают, греться какое-то время все же придется подручными средствами. А вот получить перерасчет и побороться за право жить в теплой квартире вполне реально и даже необходимо. Хоть это и не совсем просто. Если возникают какие-то вопросы, решать их по телефону бесполезно, ругать кого-то, диспетчеров, там, не дай бог, не хорошими словами, не русскими называть, не советую, брать бумагу и писать, что у меня нет соответствующей услуги, прошу создать комиссию. В дальнейшем, если комиссию не создает, вы вправе из жильцов дома создать данную комиссию, отразить результаты, что у вас ни напора нет, ни температуры и так далее. В дальнейшем можно предъявить иск в суд. Остается надеяться, что город наш цивилизованный, проблема отсутствия отопления и горячей воды в прошлом, как и вопиющие случаи замерзания мирного населения по вине коммунальщиков. Кстати, о погоде синоптики обещают в ближайшее время ночные заморозки. Наталья Новикова расскажет, ждет ли рязанцев резкое похолодание на этой неделе. Жители нашего региона нынешний сентябрь побаловал летним теплом и солнцем. Теплые традиции сентября, хотя не в полной мере, принял октябрь. Еще вчера среднесуточная температура превышала климатическую норму. Днем столбики термометров поднимались почти до плюс 18 градусов. Однако осень все же решила вступить в свои сезонные права. Причем сделала это довольно-таки резко. Уже во второй половине недели установится холодная погода. С ночным минусом, небольшим первым снегом, сильным северным ветром и дневной температурой до плюс 5 градусов. В ближайшие дни погода на территории Рязанской области и всего Центрального федерального округа будет определяться влиянием передней части арктического антициклона, пришедшего на смену ветреному мощному североатлантическому циклону. С северным ветром продолжится заток очень холодного воздуха. Температура понизится к концу недели. Ночью до минус 1-6, днем будет не выше 0,5. Не исключены небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящий из снег. В местах невозможно установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Такая погода считается более типичной для предзимья конца октября. И по предварительным прогнозам синоптиков сохранится она и в начале новой недели. Так что надевайтесь теплее, не забывайте шарфы и, быть может, даже шапки. Ну и, конечно, согревайте друг друга хорошим настроением. И напоследок. Сегодня популярное приложение Инстаграм отмечает свой маленький, но такой значимый юбилей. 5 лет со дня его создания. Что предшествовало этому? Появление и распространение мобильных устройств со стройными камерами, повальное увлечение селфи и желание людей делиться в соцсетях собственными снимками, фотографиями красивых мест, еды, животных и всего прекрасного, что нас окружает. Желтый листик на воде, пенка, капучино, смайлик на сковороде, это красиво! Губки бантиком, бровки домиком и айда фотографироваться везде, где только можно, чтобы показать всему миру свою пижамку, чашечку чая, котика или новый маникюр. Еще пять лет назад никто и подумать не мог, что появится самый настоящий Инстаграм-маньяки, выкладывающий в сеть каждый момент своей жизни. За один только прошлый год в Инстаграм было загружено свыше 300 миллионов фотографий, а сама сеть, первая в мире основанная не на слове, а на картинке, была продана ее владельцем Кевином Систромом за миллиард долларов. В итоге в одном месте скопилось огромное количество нарциссов, которые демонстративно показывают, как хорошо и активно они живут. Есть люди, которые выкладывают по 10-20 постов каждый день, и эта зависимость у нас оказывается заложена на генетическом уровне. Согласно данным шотландских ученых, среди обезьян инновации распространяются по тем же законам, которые описывают работу социальных сетей. Оказывается, альфа-самцы передавали ноу-хау наиболее общительным и влиятельным обезьянам, которые уже обучали своих сородичей. Кроме того, существовали среди них и свои подсети с определенным набором влиятельных участников и их фолловеров. И без статистики понятно, что социальные сети повсюду. Мы плещемся в них, как пойманные рыбы. Кто-то желает не отставать от современности, другие рассказывают о себе и своей жизни в фотографиях, рекламируют свои услуги, а то и просто бесцельно бродят по просторам социальных сетей. Главное, соблюдайте меру, и тогда проведение досуга в сети не превратится в зависимость. На сегодня это все новости, которыми мы хотели поделиться. Смотрите далее фильм, посвященный военным годам жизни Ивана Степановича Макеева. Программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok